Человек предлагает продать квартиру, не имеет титула собственника. Какой-то договор в письменной форме, от руки, приносит клиент, говорит, что я купил, я оплатил деньги, но пока не все, стоит ли платить дальше. То есть это, может быть, это не мошенничество, но это незаконно. Может быть, продавец не знает, что он незаконно поступает и не имеет цели именно хищения произвести имущество, но это незаконное действие. То есть любой суд, он лицо не имел права распоряжаться, я не могу продать вещь, которая мне не принадлежит. Может быть, он и владелец, может быть, он член товарищества садового, но у него документа нет. Много сделок, когда интересы детей нарушаются. Но это в основном сделки жилыми помещениями. К примеру, дом был обычный, то есть проживали по уртуру в доме. Потом он был приватизирован. До приватизации за один день был выписан несовершеннолетний ребенок. Эту квартиру предлагают купить, дом предлагают купить. Конечно, ребенок был выписан до приватизации и в приватизации не участвовал. Но вот эта спешка, за день выписали и через неделю уже продают, она говорит о том, что какие-то корыстные цели преследовать. Конечно, я как адвокат не посоветую покупать такой дом. Были такие случаи. Это чревато тем, что ребенок через некоторое время станет совершеннолетним. У него появится право обратиться в суд. Он скажет, что у меня выписали помещение, которое было хуже по своим качествам. То есть мне приходилось здесь 20 метров, а там мне приходился метр. И там я не проживал. И в интересах детей, конечно, выступят органы государства, прокуроры. И впоследствии это признание действительными всех сделок. Хотя я знаю, что вот эту сделку, о которой я говорю, ее риэлтор сопровождал. Я говорил, что ничего, все хорошо. Но продавец, покупатель не стал покупать. И показателем нечистоплотости было то, что ему залог в 1000 долларов не вернули. То есть опять эти информационные услуги оказались. Когда документы фальшивые, то есть такие тоже случаи были и есть. Когда нотариальный документ, нет такого нотариуса, фальшивая печать. Сейчас техника на таком уровне, что это трудно даже специалисту определить на глаз, какая это печать, фальшивая или не фальшивая. Либо нотариусы идут, но редко. Но я знаю, что были злоупотребления, когда нотариус удостоверяет сделку, но она не вносится в реестр. То есть либо у нотариуса похитили печать, поставили. То есть это тоже незаконно и уголовно наказуемо. Но проблема в том, что такие действия, они приносят очень большой ущерб гражданам. Если это единственное местное жительство, то гражданин становится бомжом и обречен вести, судиться с этим мошенником в течение долгого времени. Ему негде жить, естественно. Сами понимаете. А если его не поймают, то перспективы это длительный процесс. То есть это очень больная тема. Также и деятельность свершеннолетняя. Был период, когда детей не включали в число собственников дома или квартиры при приватизации. Пьющая мать продавала квартиру, новый собственник детей выписывал, а их несколько, они маленькие. То есть все идет по этому пути. Дело в том, что в этот период массовой приватизации даже особо никто не спрашивал. Хотя по тому закону оно требовалось. Сейчас очень много людей, которые стали уже совершеннолетними и знали, что это приватизация была, что они не были включены. Но у них сейчас конфликт с родственниками. Они же не собственники доли. Они просто пользуются квартирами. Либо прекратились семейные отношения и возникла угроза выселения. А другого жилья нет. Опять вот это закон в редакции 14 лет недавности, он опять и сейчас бьет по людям. Они приходят и вставляют документы в суд. С разным успехом они получают решение. Либо в свою пользу, либо в отказе. Но до сих пор это есть. Поэтому, подводя итог, я могу посоветовать гражданам все-таки относиться более внимательно к документам на земельные участки, на квартиры, на дома. Отслеживать законодательство. Какие требования предъявляются к документам. Стоит ли переоформлять. Потому что закон постоянно меняется, что-то вносит новое. Консультироваться, не бояться у юристов. Потому что те деньги, которые вы потратите, они потом окупятся. Вы, может быть, ошибки не совершите с последствиями соответствующими. И более бережно относиться к документам. Хранить их надлежащим образом, чтобы документы не пачкались, не рвались. Случай, когда собаки их едят. То есть, это вот такое отношение к документам. Право устанавливающим на недвижимость. И более быть бдительными. Вот именно во всех вопросах. Потому что это вопросы доходные. Это вопросы, где высока стоимость имущества. И, естественно, там, где можно получить очень быстрый доход за очень короткое время. Он привлекает этот вопрос мошенников разных мастей. Ну, длительность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова